всем доброго времени суток банда ну и как вы поняли по картинке и речь сегодня пойдет о воблерах это моя коробка которую вы на протяжении жизни на моем канале видели некоторых видео да с воблерами ну и здесь почти 90 процентов воблеров это воблеры и тума да ну как бы то ни было печально на каком-то этапе и моменте нашей жизни происходит какой-то финальный логический конец да ну что давайте поговорим о воблерах как говорится настало время воблеров зарамсить проблему на поле битвы воблеры и тума на сегодняшний день в россии уже не заводится три года все это знает и найти их уже становится очень-очень тяжело несмотря на что что-то хорошие воблеры замечательные воблеры все в них неплохо хорошие тройники хорошая покраска хорошее качество дешевая цена но наступает иногда конец никак еще раз повторяюсь уже три года они не заезжают и возможно по моим данным больше не появится никогда на нашем рынке от этого приходится что-то в этой жизни менять и что-то заменять и мой взгляд пал на воблер и strike pro я уже на каком-то этапе жизни был знаком с продукции strike pro там цикады там еще что-то тоже какие-то воблеры и в принципе тоже достаточно неплохое качество тоже хорошие тройники и именно цикады их не которые сделаны до грубо говоря вебы до фирмы strike про я считаю на сегодняшний день из лучших в мире вот реально серьезно говорю я перепробовал все возможные эти вебы или как их называется цикады вот этого все семейства до чисто японских всевозможных да и не только японских и оригинальных и американских и не вот на дальнем востоке при моих условиях ловли запала именно именно цикада от strike pro да ну не в этом суть суть в том что давайте поговорим теперь об этих воблерах ну и как бы хотелось бы еще чуть-чуть отвлечься прежде чем мы начнем говорить о воблерах strike pro да что данный момент будут как бы сказать показаны кренки не скажу что я прям какой-то маньяк по кренкам да но именно в кренках я знаю толк что перепробовал я много много разных брендов вот и скажу давайте быстро пробежимся про кое каким брендом первоначально и вкратце может быть я что-то расскажу пробовала своей жизни вот такие вот кренки и сейчас нету эта фирма всем известная сибирь да очень замечательные кренки очень такая мощный шар дает ему хорошую дальность заброса хорошие мощные тройники играет держит струю хорошая окраска замечательные воблеры мне очень жаль что их тоже теперь нету на этом рынке и дело не то что в кренках многие воблеры сибирь не нравилось у него такой воблер а каст мину по моему в размере 125 или ну что-то такое то есть большой был тоже такая примерная окраска и не только они еще у меня в единичных экземплярах осталось но таймени от них просто сходят с ума просто сходит с ума там такая лопата как сил седло еще такая выгнутая оригинальная жалко что этих воблеров нету больше на нашем рынке вот что еще хотел сказать есть вот воблеры фирмы мегабас честно скажу всю линейку кренков мегабаса мне так и не удалось испытать все было желание попробовать именно всю линейку кренков мегабас но как-то в жизни все пошло чуть-чуть не так и я там остановился на нескольких воблерах мегабасовских качество отлично играет отлично тройники хорошие много-много всяких там каналов всяких разных шариков погремушек все как бы вот такая ерунда нос практика сложилась что он у меня рыбачил все я вот прям много при приклада прикладывал усилий чтоб его разловить но наша дальневосточная рыба ну как-то не очень оценила все это мегабасовское творчество может быть другие воблеры являясь более удачными до половины вот в целом фирма мегабас не заскочила на этом рынке нужно а также понимать уважаемая банда да что я вам рассказываю именно про свой личный опыт да то есть я живу на дальнем востоке в хабаровске и конечно я рассказываю исходя из своих личных условий может у кого-то это там на окуньках там спалис там не знаю там на судачках там 30 сантиметровых это все там заскакивает работает там на головлях там с ладошку там тоже все работает но я вам рассказываю про свои условия вот так же вот еще есть и тоже такой момент опыта работы с фирмой жакал тоже их не крынки этот у нас 10 с.с. этот у нас черри достаточно известный воблера тоже вот с ними у меня тоже приключилась кое-какая проблема несмотря на свое качество несмотря там что у них все хорошо но проблема с данными воблерами была такая что выставить именно ss 10 отрегулировать да вот наклон этой петли чтобы он шел нормально по игре не заваливался не на тот минут тут бог оказалось очень-очень тяжело даже помню эту историю когда их там еще в магазине покупал еще и там продавец мне сказал и когда он сказал про игру что он валится на бок он не сказал да это у них типа норма это так задуманная тоже ими сколько не ловил они все валятся на бука сказал это говорю не норма дружище и так у них не задумано чтоб он валился вот так вот на бок при скорости проводки тем более на струе регулировать было очень тяжело буквально чуть-чуть изогнешь он валится на другой бок чуточку прикоснулся он опять на другой бок валится и буквально такими постукиваниями инструментом я вот буквально смог их выставить более-менее в нормальное русло именно вот эту модель было очень очень противно ее регулировать в итоге я ловил вы видите да что протерта следы достаточно хорошо так говорит о том что я воблер кидал я прям хотел на него ловить то есть понимаете я прилагал максимум усилий туда же пузо чуть тройниками не протер до конца но наша дальневосточная рыба говорила факи у мне короче от этого я уже чтобы совсем эти воблеры не убить их просто как в коллекцию взял и отложил потому что ну вот не знаю видно руки у меня так заточены ничего у меня с ними особого не срослось хотя были поклевки да действительно они ловили рыбу но не так желаемо как это делали другие воблеры опять же повторяюсь я не хочу унизить какие-то качества других брендов или еще чего-то я вам рассказываю свой личный опыт также у фирмы жакал между прочим есть и положительные моменты есть у них вот такой вот воблер аска вот именно в таком цвете видите тоже протертый сломанная лопатка благо что она уже отвалилась в лодке когда я вынимал я ее подобрал приклеил больше он не рыбачит но вот именно в такой раскраски видите даже тройники как бы уже потускнели коррозирует он работал замечательно замечательно работал хорошие большие тройники это большой плюс линки садились очень здорово до лови очень хорошо при этом там никаких шумов толком не туда как бы он летел так средненько была проблема что эти большие тройники постоянно между собой перехлёстывались но беда не в этом воблер хороший даже с несмотря на это все можно было терпеть но беда что они просто одноразовые отлетают у них лопатки как горячие пирожки щелк шелк 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 и блин стоит денег и покупать их а так действительно очень классный воблер вот чтобы еще хотелось отметить юзури вот такой вот его название как корша love crank тоже хороший воблер тоже работа тоже мне с ним приятно было работать это на сегодняшний день я заметил из рыбалки моего друга дима дима любит этот воблер однозначно для меня они как бы все воблеры как бы одни и выделяют прям какие-то там любимые нелюбимые я делю которые работают и которые работают хуже и которые очень плохо да то есть их не характеристики да в целом совокупе вот этот нормальный хороший воблер имеет место быть хотя на струем как-то ведет себя иногда странновато ну рыболовица вот хотелось бы отметить вот такой вот воблер это у нас лаки крафт воблер вот его бренд вы можете прочитать я уже не буду называть тоже очень видите он не бился осколки весь такой это все дела неплохое неплохие воспоминания с данными воблерами единственное что не нравились их не вот эти штатные маленькие тройнички которые для нашего хищника у которого более-менее адекватная пасть они не очень вписывались они плохо ну как бы цеплялись и рвали ему губу вот есть еще точно такой же воблер чтобы видно было как там бегает шарик вот в таком окрасе тоже приятные воспоминания ну я скажу я не только именно эти крынки улаки крафта пробовал есть у них там достаточно большая серия крынков я там очень много перепробовал но тоже тоже рабочие крынки лаки крафта но вот грубо говоря вот час достал поблизости что было под рукой вот надо также отметить крынк от фирмы смит это у нас супер камеон именно супер камеон у него из всех других камеонов самый высокий вес вот и как бы тоже он зашел то есть действительно ловит рыба его хватает все как бы сказать адекватно единственное мне их не нравится это вот опять же маленькие крючочки когда наш большой хищник хватает это все да ну получается достаточно много из-за таких маленьких крючков сходов вот ну и также есть у сметали другие виды крынков до от которых я тоже упираясь не достиг особых результатов видно что тут даже с кул на лопатке пошел что то есть я тоже упирался в лову вот как-то он мне не очень заскочил вот это я так быстренько и уважаемые зрители пробежался конечно если вы об этом делать целую лекцию то тут можно сидеть блин целый день рассказывать доставать свои коробки у меня тихо тысячи все это там показывать и с каждым связано свое воспоминание и все я применял в разных условиях на протяжении многих лет удача даже достану свою реальную похожую коробку все раз покажу вам хочу отметить что мои коробки есть мы видим не только воблер там есть всевозможные и блесны и колебалки и вертушки и вот такие вот от блю фокса гибриды то есть вы понимаете да то есть рыбка и лепесток да то есть я пробовал ловить на многие вещи но на сегодняшний день на горной речке я остановился ловить строго только воблерами хотя конечно абсолютно понимаю что в некоторые моменты в некоторых условиях вертушка дает лучший результат там и либо колебалочка дает хорошие результаты да но все-таки как бы то ни было упираясь даже если у меня на воблеры что-то не получается я знаю что сейчас могу взять вертушку и тут будет сенокос в разгаре да но все-таки упираясь воблер и потому что что я хочу этим сказать что рыболов рыбак как можно сказать человек который растет по карьерной лесной или лестнице да именно в этом направлении именно растет и хочет развиваться все прекрасно знают что воблер это самая сложная приманка которую сложнее ну чтобы его грамотно применить нужно обладать более большие более большой совокупностью знаний чем это сделать обыкновенной колебалкой либо вертушкой то есть это воблер это уже та позиция ну в отличие там от колебалок вертушек джига и всего остального до которая уходит в применение более углубленных знаний и понимания ситуации текущего момента ну и что конечно же могу отметить как из одни из выдающихся воблеров которые мне зашли последние годы которыми я ловил это конечно к рынке от фирмы и тума и час уже в упаковке новых практически не найти чип это вообще воблер творивший чудеса даже вот в этом цвете попадались фантастически крупные размеры несмотря на размеры этого маленького чипа не говоря про линков также вот хайл или халы как его читать тоже изумительный воблер особенно вот такой окрас и и сам бы у них такие окрасы давали именно поимку самых крупных рыб вот не знаю почему да ну вот именно такая статистика хотя если честно сказать я в цвета уважаемые зрители не верю если кто-то там думаю что там цвет там еще что-то там время года еще честно скажу вот цвет для меня он не стоит на первом месте даже на втором и на третьем то есть цвет в моем понимании которые влияют на воблер он там где-то вместо может быть 5 вот такое ну никак не на первых местах это подтверждает именно опять же в моих условиях да на моих речках это подтверждает как бы мой опыт но на самом деле я конечно придерживаюсь натуральных цветов если так сказать да на всякий случай я придерживаюсь натуральных цветов и вы видите часто у меня бывает натуральные цвета вот а теперь давайте поговорим воблерах strike pro вот я вот закупился по одному воблеру интересующиеся приманки связи с тем что надо все-таки сказать воблеры и тума у нас ушли в никуда и приказали долго жить а все остальные фирменные воблеры которые я вам час показывал там смит жакал мегабас они начинают стоить просто каких-то непонятных денег по сегодняшним дням когда заходишь в хабаровске мир приключений видишь smith de contact 1600 1800 то ты начинаешь понимать что блин ты чё там на луну что ли попал или или там инопланетяне торгуют каким-то золотом что-то как-то непонятно уже становится и все-таки я как бы в основном своей массе любил ловите воблерами недорогими да то есть грубо говоря вот что-то вот не заходили мне супер дорогие воблеры вот не знаю там не то чтобы я ним относился с какой-то оппозиции вот обычные воблеры за среднедоступные деньги мне заходили больше и стал выбор какие дальше воблеры будут принимать обширное участие в моей жизни да и взгляд мы полного фирму страйк про между прочим кто смотрит час это видео пишите обязательно под видео ваше мнение какие воблеры народные вы видите на сегодня по сегодняшним ценам какие марки бренды какие названия воблеров очень будет интересно услышать это именно от вас возможно я и подчеркнул тоже ваш опыт и прикуплю эти бренды может быть на какие-то не обратил внимание может есть какие-то там а воблеры вообще дешевые работают двух как пушка на убой да но я просто про них еще не знаю от этого жизнь такая штука нужно все пробовать и что-то сравнивать нужно попробовать все и выбрать что-то свое да но мы же люди и не можем обо всем знать на планете земля да вот ну и вот особо как бы сказать как бы сказать я уже каждый воблер не буду прям так принудительно рассматривать ну я их уже все достал подписал взвесил кинул там а грубо говоря в ковш с водой посмотрелся на соответствие тонут они или плавают и грубо говоря уже проверил эти воблеры еще раз повторяю что по сегодняшним ценам на сегодняшний день мой взгляд почему-то пал на фирму страйк про цена их не такая же какую тума в принципе если будет у мы были сегодня по сегодняшнему дну ну они бы наверно продавались за эту же цену да какие страйк про качество их очень схожи а вот я сравнивал да и по тройникам и по качеству грубо говоря самого воблера да то есть я бы сказал что youtube и страйк про по качеству очень-очень близки по всем параметрам есть конечно различие там в кольцах форнитуре вроде бы как бы ну давайте уже предметно поговорим мы сейчас можем достать вот такой вот воблер называться он крэнк гип 40 льда вот его параметры вес и заглубление нужно достанем и давайте рассмотрим качество вот сверху на спине видно strike про крэнк гип его маркировка до f это плавающий да и если присмотреться мы видим отличное качество тройников очень очень цепки я вот прям так раз провожу только хлоп хлоп цепляет очень четко так же как и напоминает мне сразу же это и тума тоже с очень с очень цепкими тройниками качество очень хорошая это одни таких как хоть я вам и сказал что на цвета я особо не смотрю но предпочтение все-таки имею это вот примерно такие вот натуральные голографические цвета и вот конечно такое оранжевое кузико вот просто нравится мне такой цвет но даже не из-за того что на ловится рыба я знаю что ловится рыба на любой цвет но этот воблер даже не рыбе нравится а именно мне вот такая краска воблеров нравится это мое личное предпочтение предпочтение рыбы видим что я уже тут гравером уже нанес его вес уже взвесил 44 глубина от 0 5 до полтора на лопатке ну и давайте достанем воблер и тума уже как бы под сравним по качеству видим что та же самая лопатка пластмассовая она такая же прозрачная по качеству по окрасу я не вижу никакой разницы разница только вот заводных кольца здесь и видим они чуть-чуть и плоские до что на разрыв будет более удерживать здесь обычно вот такие заводные кольца хотя на самом деле я думаю они такие же прочные вот самое что интересно я вот вам говорю вот такой вот цвет приносил просто по статистике поимку самых крупных и крупных линков и у фирмы strike pro уважаемые я нашел примерный аналогичный цвет видите тоже вот только вот эти полосы не коричневая черная думаю нашему линку и таймению будет по фигу да и мне кажется вот так когда увидел страйк про как и такого цвета у меня прям в душе что-то шевельнулась я понял что вот это наверное она вот такой цвет тоже прикольный вот видите тоже классное качество ну вот уберем воблер и тума и вернемся к воблером strike про единственное что конечно на каком-то этапе и мне конечно показалось совпадение я вам сейчас только что показывал воблер от фирмы жакал и не как бы внешние очертания до чем-то какой-то степени их напоминает вот особенно вот если взять жакал побольше с с 10 до и сравнить вот скрынки x50 до тот они уже как-то более между собой похожих ну да есть тут конечно не такая как бы ступеньки да там как бы сказать не такие тут выделенные жабры но именно геометрические обходы да мы видим что они имеют место быть вот я вам сказал что с этим жакалом у меня было много проблем кидая его долго и упорно чуть пузо не протернуть что-то он результатов никаких не дал при этом клев был такой бешеный что было достаточно кинуть любую херню в воду там рыба сразу же клевала вот мужик алаказа отказывалась на этот сс-10 так думаю как бы сказать рассказывать про каждый воблер не имеет смысла вот они мы видим есть разные разных глубин разных назначений но опять же это все кренки заострю внимание что как я вам сейчас только что показывал есть вот опять на ней с некоторыми кренками какое-то вот такие вот легкие совпадения смит видим да тоже пропорции чуть-чуть разные хвост чуть-чуть этот банан в конце загнут это ну в целом если посмотреть вот какая-то какое-то сходство геометрии уважаемые зрители она имеется да хотя вы знаете если так сказать докопации до столба можно да помню у меня реальный случай был в жизни не я буду мы стояли короче с другом в наряде на кпп в автопарке короче когда военном училище учился был у нас такой зам по воспитательной и начальника училища и зам там ну то есть грубо говоря зам по воспитательной по-моему полковник симакин если мне память не ошибается время уже прошло много с тех пор уже больше двадцати лет вот и был у нас еще один полковник замполит вот его фамилия у меня выпало из памяти был такой больной вредный мужик были все все кто его училище видели ушел обходили стороной никто с ним рядом не пытался даже проходить потому что как бы ты там не перешел на строевой шаг не повернул бы голову не отдал бы честь как бы ты там опрятно не выглядел там подшива подшита сапоги начищены больница равно он ну простыми русскими словами датья доебется да грубо говоря и в один прекрасный момент мы стоим наряде на кпп в автопарке идет этот полковник симакин зампа по учебной там части и этот зам по воспитательной замполитные не дуды там как раз шлагбаум и такие стал бы да там такой в столб и черными белый столб и черными полосками и мы такие раз аж аж спрятались за угол этого здания лишь бы нас не увидели потому что знаем по-любому до нас могут доебаться да и он такой что проходим и смотрим этот полковник зампа воспитательной разворачиваться и начинает этот стол пинать шатать что-то и мы такие переглядываемся и говорим вот смотреть какой человек даже до столба это да и бьется да то есть вот это такая история у меня в жизни было как как сейчас перед глазами в живую все это вижу да от этого конечно доколупаться уважаемые зрители можно до всего да вот ну а в целом если так сказать и вижу в данных воблерах в данном качестве и я почему решил сразу же прикупить кренки да потому что сразу же пустить эти воблеры в бой я вас сейчас вам показываю да и всякие разные на картинке вот и чтобы сразу же сделать такую ударную дозу данным воблерам да и проверить их уже в настоящем уважаемые зрители в бою да то есть вот достаточно будет мне как бы понять видите что я выбрал их с перекрытием всех нужных диапазон глубин на тех реках на которых я буду ловить да есть эти такие вот поменьше малыши малыши мне очень нравятся они карандаши они молодцы эти малыши года как бы сказать это очень-очень здорово вот такие малыши я на них вот достанем делаю особую ставку на этих малышей потому что чем-то они мне напоминает сродни вот такого и тума чипа тоже вот очень очень цепки мы заметили да эти крючки хорошего качества но я считаю это действительно достойные воблеры на сегодняшний день по своей ценовой категории уважаемые зрители так что что могу сказать придется мне их пробовать придется то есть всем кому интересно смотрите мой канал смотрите как вот это что-то от мегабаса когда я вижу такие как у лягушки над бровью сразу же у меня ассоциации почему-то уходят в мегабас да вот смотрите мои видео я их буду ловить воблеров я взял все по одному экземпляру да потому что даже если и более менее адекватная цена этих воблеров там от 400 до 600 рублей да там грубо говоря там некоторые воблеры 430 какие-то там 510 то есть ну это сегодня очень хорошая цена потому что когда заходишь смотришь фирменные воблеры я же говорю там просто в осадок выпадаешь самое что интересно за последние годы у людей зарплаты ни у кого не поднялись до поднялись только цены и поднялись вдвое я вот скажу когда я покупал вот эти вот воблеры до жакаловский вот сейчас он точно скажу их покупал по моему четыре года назад их цена я их покупал за 600 рублей там 610 или 620 сейчас они по 1200 вот за четыре года цена поднялась в два раза но я не помню чтобы за четыре года доллар поднялся в два раза от этого момента ну цена их поднялась в два раза я скажу вообще сегодняшние цены сегодняшние грубо говоря понимание всего этого и начинаешь понимать что скоро рыбалка для простых людей становится очень тяжело доступны тем более в плане того кто очень любит ловить ну как бы сайт на воблер и на что-то там качественная на качественные спиннинги шнуры приманки ну все что связано с качеством все становится запредельно дорого я всегда считал что эти все рыболовные тома товары высокого качества и так не стоят своих денег да по себестоимости если обсчитать просто это все сыграно на хотелках людей на психологии рыбаков для этот завышенный ценник брали но сейчас вообще не представляет тут и смены сметы которые стоят по 2000 рублей кто их вообще будет покупать нет есть конечно люди с деньгами но это явно не я уважаемые зрители и также думаю это не 99 процентов людей которые смотрят данное видео вот я уже в принципе готовлюсь помаленьку к весеннему сезону у меня уже чешется руки чтобы вот это все количество кренков вот она все сейчас у меня представлена на столе испытать и попробовать ну и конечно главные критерии которые я предъявляю вообще к воблер и для меня это конечно воблер должен визуально выглядеть хорошо эстетично ну для меня последние годы это стало важно то есть я вот беру мне вот даже не для рыбы этот цвет да как я говорил а вот именно даже для себя чтоб он радовал мой глаз качество радовало мою душу тактильное ощущение смотрю что он там не какой-то весь там хер пойми какой до нормального качества воблер на дальше если уже по рабочим характеристикам пробежать это конечно самое первое это его поведение в воде а именно гидродинамика на скорости и против большого течения чтобы он не заваливался не сваливался не выныривал не переворачивался для меня это важный фактор если воблер начнет держать на горной речке струю до при разных входах до переходах вход в струю под разными углами выходы до из струи то уже можно начинать с ним работать если он будет валиться для этого мы будем я у своих видео рассказывал регулировать вот этого тушка будем одевать отгибать его влево-вправо вверх-вниз менять его игру грубо говоря и если все у нас поддастся да грубо говоря все регулировка и мы его выведем на нужный режим тоже можно продолжать с ним работать но вот дальше уже все уже более нормально да самое главное чтоб держал струю да но то что там понятно хотелось бы что он там и летел на километр до легким движением спиннинга да там и рыбу ловил но на самом деле ловит все таки не приманка а ловит все таки рыбак нужно понимать вот эти золотые слова да когда ты знаешь по прошествию опыта а опыт как половое бессилие приходит исключительно только с годами до то можно ловить и на острогую палку я в такую историю тоже в жизни своей видел и тоже могу я поведать но в рамках данное видео я не буду рассказывать потому что уже проходит многое время уважаемые зрители думаю на этом видео надо свое заканчивать обязательно пишите свое мнение по данным воблерам использование у кого какой опыт этот воблеров и вообще пишите какие воблеры на сегодняшний день вы видите народными актуальными за хороший ценник да и очень хорошо работающими будет очень интересно послушать ваше мнение ну а мне приходится говорить уважаемые зрители традиционные слова все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с вашими друзьями до свидания до новых встреч